Временный ковид-госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера с диагнозом «здоров» сегодня покинули три последних пациента. Сегодня он официально переведен в резервный режим. За время работы здесь прошли лечение около двух тысяч пациентов со средней тяжелой степенью тяжести. И как только количество выписавшихся станет меньше, чем поступивших в резерв, переведут все остальные временные ковид-госпитали Карачао-Черкесии. На выписку пациентов отправилась и наша съемочная группа. Александра Коваленко продолжит тему. Сегодня в госпиталь на базе туберкулезного диспансера покидают три последних пациента. Госпиталь переходит в резерв. И сейчас мы узнаем мнение пациентов. Здравствуйте, как вы себя чувствуете? Хорошо. Я сейчас, ну, немножко слабость есть, но чувствую я себя хорошо. Почти месяц пролежала здесь, но в связи с сопутствующими болезнями пришлось немножко задержаться. Не скрывает она Мамаева слов искренней признательности всем медицинским работникам, которые провожают выздоровевшего пациента. Только взглянув беде в глаза, понимаешь, что их труд бесценен. Делится она с журналистами. Они вот как все время между палатами. То там зовут их, то тут зовут. Бесконечные процедуры. Им тяжело. С горячим, огромным и открытым сердцем Светлана Гачияева сравнивает дружный коллектив этого ковид-госпиталя. Каждого доктора, медицинских сестер она знает по именам, несмотря на то, что их лица закрывают специальная маска. Интонация голоса, ежедневный положительный настрой и уход. Это тоже является одним из немаловажных факторов для выздоровления. Сколько бы я ни говорила, будет мало. Тут такой коллектив отличный. И уход, и доброе слово, и профессионалим все держится. Этот коллектив мне представляется огромным добрым сердцем, которое работает ради людей. Для лечения новой коронавирусной инфекции в ковид-госпиталь было привлечено 140 медицинских работников со всех медучреждений республики. Из них реаниматологов 7, 30 врачей других специальностей. Остальное число пришлось на средний и младший медицинский персонал, дезинфекторов, которые выполняли одну из важных задач – борьба с этим коварным заболеванием. А начал свою работу ковид-госпиталь весной прошлого года. Тогда противотуберкулезный диспансер был переименован как временный госпиталь. 8 апреля в приемный покой поступил первый пациент с диагнозом ковид. Затем больных становилось все больше. Госпитализация, лечение, выписка – не дня выходного. Медицинское сообщество республики о том, что по лечению больных коронавирусной инфекцией наши госпиталя все отработали очень хорошо. Со сложностями приходилось бороться и медикам. Ни один из них не готов был работать в ковидном защитном костюме и не представлял, насколько это сложно как физически, так и психологически. Первое время у нас начали потеть очки. То есть элементарно тяжело было видеть, элементарно тяжело было находить ту же вену. Многие первое время теряли сознание, выносили сотрудников. Люди заходили повторно, несмотря на все эти моменты. Их профессия – их призвание. Поэтому с диагнозом здоров госпиталь покидали даже те, кто, казалось бы, был в группе риска. Первая пациентка на ИВЛ – это медработник, возрастная женщина, более 60 лет. Очень длительное время она была на ИВЛ. Пробыв еще, наверное, около полутора месяцев здесь, была выписана в достаточно неплохом относительно состоянии и самостоятельно ушла домой. У нас был дедушка с 80 лет, 81 год. Он у нас день рождения как раз отметил в госпитале. И самый такой интересный момент, что в день его рождения он был экстубирован. То есть снято с аппарата ИВЛ и также выписан был. Болезнь отступает. Эта мысль заставляет улыбаться тех, кто сутки напролет выполнял свой медицинский долг. И сегодня, проводив последних пациентов из ковид-госпиталя, они не скрывают слов пожеланий жителям нашей республики. Радуемся, что в конце концов наша работа заканчивается. И мы радуемся, что мы смогли хоть быть чем-то полезным, такой тяжелый период реально для жителей нашей страны и республики. Я поздравляю с таким знаменательным событием. Как говорится, второй сезон закончился. Здоровья всем, не болейте. Стаяла, чтобы больше такого никто не испытывал. И чтобы все закончилось благоприятно, как сейчас. Берегите себя и своих близких. Наша самая большая благодарность, что наши больные здоровые уезжают домой. Будьте здоровы! Александра Коваленко, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.